Больше будет думать о Боге, идти вот этим духовным каким-то путем. Но видите, я конкретно не акцентирую, у каждого человека сердце что-то свое выберет, свой какой-то путь. Но одно могу сказать точно, что есть вера в благости, есть вера в страсти, есть вера в невежестве. В любых традициях духовных есть три эти категории. Верующие в невежестве ненавидят других людей, которые верят в Бога, особенно не в их традиции. И кульминацией этой веры в невежестве является желание убить того, кто верит неправильно. Это дорога в ад. И ничего общего с Богом это вообще не имеет. Вера в страсти это когда люди, они Бога присваивают. Они говорят, ну как бы, наша вера истинная, остальные все неправильные. И вот наша нация истинная, наша вера истинная, а вот наша нация, поэтому и мы так верим. И вера наша, потому что у нас такая нация и так далее. То есть они настроены очень эгоистично, эти люди. То есть они присваивают Бога, думают, что Бога больше нигде нет. Никакие нации не истинные, кроме них. Никакая вера не истинная, кроме них. Это эгоистическая вера. Называется вера в страсти. Люди шугаются всего, они очень категоричны в мышлении. Если у два, допустим, человека, муж одной веры, жена другой, наставник такой, который верит в страсти, может разрушить эту семью. Он скажет, зачем тебе жить с ним, он другое надеется, брось его. Ну, то есть это очень печально, если вы начнете соприкасаться с людьми, которые верят в Бога в невежестве, то есть не набидят, просто хотят убить, поубивать всех, другой веры. Или верят в Бога в страсти, то есть отделяют Бога от людей. То есть считают, что Бог принадлежит какой-то кучке людей определенной, а все остальные с Богом не связаны. Это все разные виды глупостей, понимаете, которые надо ответить, надо понять, что Бог принадлежит всем традициям духовным, Он есть везде, Он дает разные веры людям, потому что у Него разные отношения с людьми. Вот, и все эти веры, если там, ну, самое главное, надо понять, что есть Бог. Вот, допустим, если вера признает, что есть Бог, отодвинь, отодвинь, туда вот, вот сюда, вот так, еще дальше, 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 нет, нет, вот сюда, нет, вот туда, назад, назад, надо назад, да, вот так, все, отлично. А то людям не видно меня из-за цветов, тоже назад, надо подвинь. Бог дает разные веры, в зависимости от вкусов. Вот, кто-то так любит Богу верить, кто-то отношения с Ним строит. Есть разные отношения с Богом, поэтому есть разные веры. Главное, это понять, как утверждает Бога Священное Писание. Если оно считает, что Бог – это Личность, и Он один, тогда это правильно, потому что есть духовные традиции, которые считают, что у нас Богов много. Это неправильно, с самого начала. Или духовные традиции, которые считают, что мы все Боги, надо просто развиться и стать Богом. Это тоже неправильно, с самого начала. Или есть традиции, которые считают, что Господь – это не Личность, а просто Свет, сгусток Света, или Истина, или Знание. Это тоже неправильная вера, ее не надо выбирать. Ну, то есть, а если вера считает Бога Личностью, и ты строишь с Ним отношения, славишь Его, вот, то тогда это правильная вера. Таких вер правильных очень много, и неправильных тоже много. Также неправильная, бывает вера правильная, но неправильные отношения ты выбираешь в этой вере. Например, ты выбираешь наставника, который тебе говорит, продай свою квартиру, брось жену, все отдавай мне, жену брось, квартиру, деньги за квартиру для служения Богу, иди ко мне жить, будешь моим подчиненным. Вообще будем жить где-нибудь в лесу, там, за городом, вот, мы ни с кем не будем встречаться, у нас будет свой такой приход, и мы будем отгорожены от всего мира, потому что все неправильно живут. Фанатичное отношение к людям, вот, попытка у людей выманить деньги, и так далее. Я, как бы, для тебя господин, то есть, наставник говорит, слушай меня, ты не имеешь права возражать, что скажу, то и будешь делать. Это все сектанство, ну, то есть, мышление, в котором нет истины, потому что Бог всегда людям дает выбор, Он никогда не насилует, не заставляет, там, бросать свое жилье, свою жену, там, это не от Бога и все идет. Верующие люди должны делать то, что Богу нравится. Если Богу что-то не нравится, а мы это делаем, то здесь нет никакой веры. Вот, допустим, Богу не нравится, когда человек бросает жену ради него, ему это сто лет не нравится. Или, когда человек фанатеет и бросает, ну, продает квартиру, отдает деньги все в храм. Богу тоже не нравится, потому что в этой квартире не только ты живешь, там, твои дети, там, жена, или будущие дети. Ты лишаешь себя жилья, это неправильно. И так далее, понимаете, поэтому вера, это что такое? Это изучение, как правильно идти к Богу. Это методология. И методологию надо какую выбрать? Комфортную для себя, чтобы приятно было в этом методе движения к Богу жить и развиваться. А если страх какой-то внутри, то зачем это нам? Вот, допустим, девушка решила выйти замуж, и ей страшно просто до безумия. Ну, подожди немножко, пообщайся с этим молодым человеком. Когда страх пройдет, тогда и будешь думать, выходить тебе или нет. Понятно? Понятно.